Да, это Эта картина меня страшно измучила, и, наконец, я вчера нашел то окончательно, что нужно. То есть форму, которая вполне живая. Я нашел способ выразить Христа и двух разбойников вместе, без крестов на Голгофе, только что приведенных. Все три страдальца, все громко и страшно поражает молитва самого Христа. Одного разбойника бьет лихорадка, другой убит горем, что жизнь своя погана. Одним словом, три души живые на полотне. Я сам плачу, смотря на картину. Радуюсь несказанно, что этот самый дорогой момент жизни Христа я увидел. Я не придумал его. Я сразу всей душой почувствовал и выразил. Писал Г. в письме Льву Толстому. Отчаяние Христа, звериный ужас одного из разбойников, покорны своей судьбе другого, сплелись в единый клубок эмоций. Беспощадный свет, как косой дождь, льется на головы Христа и разбойников. В беспощадности указующего жеста руки, обрезанный краем холста, в беспощадности вертикали копья стражника, вонзенного в небо, в резкости линии теней, выражение жестокой неотвратимости скорой казни. Субтитры подогнал «Симон» Язык позднего Г. шокировал не только царя и Победоносцева, академическую профессуру и передвижников, но даже и самого Толстого, которому было дорого содержание картин Г. лично старого художника, но чужд его революционный поиск новых средств, экспрессивной выразительности. Мне нравится дрожащий в лихорадке разбойник. Нравится и момент. Только бы Христос не был исключителем и даже исключительно непривлекателен, и только бы вы по технике удовлетворили требованиям художнической толпы. Совершенно ошибочно мнение, будто Г. находился в умственном рабстве у Толстого и в угоду требованиям писателя переделывал свои работы. Он был хозяином своего творчества и самовластно решал, в какую форму вылить свои чувства и свои идеи. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok